Первенство и чемпионат Белгородской области по ушу Саньда принял Старый Оскол. 140 спортсменов состязались за право участия в первенстве ЦФО. Староскольцы в очередной раз доказали – наша школа самая сильная. Иван Штурмак – начинающий спортсмен, но уже имеет опыт участия в областных соревнованиях. Однако в этот раз на помосте парень едва смог справиться с волнением. Нет, я недоволен собой. Мог выступить намного лучше. Не слушал тренера, не бил правой рукой. Понадеялся на себя и бил левой. Возрастной категории 13-14 лет порадовало выступление скольчанки Алисы Ирининой. Были два боя, но я их выиграла для срочного нокаута. Первый бой я выиграла в первом раунде, а второй бой я выиграла в втором раунде. В парах я стою в основном с мальчиками, но мы теряемся на равных. И я сильно от них не получаю. Не так, как я девочка, а так, как у нас уже на уровне. Мы одинаковым беремся. Желание есть, и поэтому я выигрываю. Денис Красноперов из Валуек провел один из самых зрелищных боев в возрастной категории 15-16 лет. Парень, несмотря на свою миниатюрность, с легкостью бросал своего более крупного противника на помост. Много тренировался. Эти броски я уже много лет пытаюсь, тренирую, и получается все лучше и лучше. Победители первенства и чемпионата области отправятся на соревнования Центрального федерального округа. А самые сильные примут участие в международном турнире «Звезды ушел» в Москве 17 февраля. Пока самая доминирующая школа по Ушесандо – это старая школа. Ушесандо бурно развивается, поскольку внесли в шорт-лист Олимпийские игры. Он сейчас один из кандидатов в Олимпийскую программу. И кроме этого он во всем мире очень активно развивается. В последнем чемпионате мира участвовало 106 стран. Предстоительство очень широкое. Конкуренция на мировой арене очень сильная, но сборная России всегда была одна из самых сильных. Поэтому мы стараемся соответствовать уровню нашего российского спорта. Ольга Шалыгина, Дмитрий Луковский, Ирина Чуликова, 9 канал.